Вместе с нами также сейчас Егор, житель Украины, который сейчас оказался в Кишиневе, так как до сих пор не может получить ответа от иммиграционной службы США по поводу своего статуса U4U. Егор, приветствуем вас. Да, добрый день. Спасибо, что присоединились. Расскажите вашу историю, что случилось, почему вам до сих пор не одобряют документы по этой программе? Получается, ситуация достаточно сложная. Первый раз я нашел спонсора еще в мае месяце в США. И, соответственно, в где-то 10-х числах мая, может быть, числа 15-го, мой спонсор отправил заявку в U.S. и АЭС. И около 3-4 недель не было никакого ответа. Там есть функция, насколько я знаю, что можно написать в личном кабинете спонсора, можно написать вопрос свой, и U.S. и АЭС дадут ответ на почту. И U.S. и АЭС, соответственно, ответили спустя месяц после того, как мы подали мою заявку в мае, ответили тем, что спонсор отклонен. Ну, конечно же, без указания причин, хотя по всем критериям и так далее все подходило. То есть все документы были, там, справки о доходах, налоги и так далее. То есть все, что требовалось, мы предоставили. Но он почему-то не подошел. То есть ответ об отказе я получил в начале, в первых числах июня. Это было около 3-х недель ожидания. После этого мы решили заполнить еще раз и, соответственно, подать еще раз. Уже с другим спонсором? Нет, с тем же спонсором мы позвонили туда. Мы узнали, можно ли подать еще раз, могут ли рассмотреть повторно, потому что, ну, действительно стало немного непонятно, почему был отказ. Ведь абсолютно все критерии подходят. И нам сказали по телефону, да, мы не имеем никаких ограничений. Вы можете подавать и на одного спонсора много раз, и на разных много раз. Кого одобрят, того, то есть одобрят. Вам только надо ждать. Соответственно, мы подали еще раз на этого же спонсора. Это был июнь месяц. Соответственно, ответа по этому кейсу у меня нет до сих пор. И буквально недели 2-3 назад я нашел еще одного спонсора в США, и он тоже заполнил все документы и подал на меня, соответственно, новую заявку. То есть в данный момент у меня на рассмотрении два разных кейса с двумя разными спонсорами. И ответа у меня нет ни по одному из кейсов. Нет одного, да. Ни от первого, ни от второго. Да, но, соответственно, по кейсу, который мы подали на того же спонсора, что еще мы подали в мае, на вот этот кейс мы подали письмо сейчас о том, что почему так долго нет ответа. И мы получили на почту очень однозначный ответ, где было написано в первом абзаце, что мне уже дали визу, а во втором абзаце было написано, что ваш кейс находится на рассмотрении. Ожидайте ответа в дальнейшем. То есть очень непонятное письмо. Мы его показали разным американцам именно, то есть людям, которые там живут всю жизнь. Они даже не иммигранты, это именно американцы. И они сказали, что они немного не понимают, что тут написано, и лучше туда позвонить в UCAS опять. Мы позвонили туда снова и сказали, что мы получили это письмо, и в нем написано в первом абзаце, что якобы мне дали визу. Но в личном кабинете у меня, конечно же, ее не было. И по телефону нам ответили, что нет-нет, у вас нет никакой визы, это не так, ваш кейс до сих пор находится на рассмотрении, просто ждите. Вот и все. Собственно, мы ждем. Очень странно, что на двух разных спонсоров до сих пор нет никакого ответа. Это все длится вообще с мая месяца, но когда мы подали заново, можно сказать, с июня, уже середина августа. То есть, если честно, ситуация немного странная, учитывая то, что я даже сам читал на Фейсбуке том же, что многие люди получают даже сейчас ответ за неделю, за три дня, за две недели кто-то. Чтобы кто-то ждал больше двух месяцев, если честно, я очень редко вижу. Моя жена, она находится сейчас в США, она еще в марте месяце прилетела туда по программе гуманитарного пароля. То есть, это все прошло, в принципе, без проблем, не было никаких вопросов. И она там, то есть, вместе с спонсором, звонит в USCIS все время, чтобы что-то уточнить. И буквально на прошлой неделе мой спонсор туда позвонил, чтобы узнать, почему уже два месяца нет никаких движений, никаких ответов, ни да, ни нет. Ну, то есть, если нет, то дайте хотя бы ответ нет, чтобы мы понимали, что делать дальше. И USCIS сказали, что да-да, мы принимаем вашу заявку в течение 72 часов, мы дадим вам какой-то ответ. Что с вашим кейсом? И на следующий день пришел имейл такого характера, в котором писалось, что мы приняли вашу заявку о том, что вы указали неверный имейл не спонсора, а бенефицара. Мы разрешаем вам изменить этот имейл, напишите, пожалуйста, заявление от руки, распишитесь и вышлите нам. И мы поменяем почту к бенефицару. Хотя мы не то что о таком не говорили, то есть о таком не шла никакая речь. Но и вы указывали наверняка правильную электронную почту. Да, то есть у нас все было правильно, но пришло письмо якобы о том, что мы оставили запрос в USCIS о том, что мы хотим изменить мою почту. Хотя такого даже не было. То есть почта верная, изменять мы ее не хотели. И по телефону такое никто не говорил. Ну, в общем, в данный момент ситуация такая, что я просто жду и не знаю, что будет дальше. Да, получается, вот эта вся ситуация, эта проблема заставила вас рассмотреть в качестве эмиграции Канаду сегодня. Ну, да, потому что особо много вариантов нет англоязычных, англоговорящих стран. Это США, Канада. Канада тоже принимает. И у меня очень много людей, которых я знаю, подали туда на визу. И кто-то тоже ждал, опять же, месяц-два. Но большинство получило визу в течение месяца. Поэтому я тоже решил попробовать. Какая разница, ждать только в США визу, или можно еще и в Канаду попробовать ее подождать. А как быстро вы нашли самого спонсора? Понятно, что еще вот одобрения нет у вас окончательного. Может быть, вы поделитесь нашими подписчиками какими-то способами? Да, я бы с радостью поделился способами разными. Но тут есть два таких момента. Первый, я знаю, что был создан США сайт, который помогал найти спонсора украинцам. Но сейчас уже регистрация закрыта и окончена. Вы имеете в виду вот этот сайт ukrainian.welcome.us, да? Да, я имею в виду этот сайт. То есть там нет смысла? Да, там уже нет регистрации. Там написано, что первая волна была окончена. Можете ввести свой имейл. И когда начнется вторая волна поиска спонсоров, мы обязательно вам пришлем письмо. Я это оставлял еще в июне месяце или в мае. Мне никакое письмо так и не пришло. Волна новая так и не появилась. Я нашел спонсора. Если честно, я его особо и не искал. Так как моя жена в США, и у нас им есть какие-то знакомые. Эти люди сами вызвались и сказали, что могут стать спонсорами. То есть это... У меня сейчас два спонсора, как я говорил ранее. И это два абсолютно разных человека из разных семей и так далее. И они сами вызвались и захотели помочь. То есть я ничего не искал. И как найти, честно сказать. Кроме того, сайта я не знаю никаких методов. Ну, социальные сети еще многие пишут, но... Ну, социальные сети, Facebook, но, честно сказать, мне не очень верится, что там такой большой поток сейчас людей. И десятки сообщений в секунду. Я не думаю, что сейчас реально найти какого-то американца, кто станет спонсором. Ну, а в принципе, как вы думаете, людей пугает подписаться под спонсорство? Ведь даже не обязательно знать человека. Вот в социальных сетях что вы встречали? Чего люди, прежде всего, боялись? Мне даже уже писали на Facebook. Мне добавляли друзья и намекали на то, что за деньги человек в США может стать моим спонсором. Но открыв его профиль, я понял, что этот человек точно не гражданин США. И эти деньги можно выслать просто в один конец. То есть находятся те люди, которые уже на этом, естественно, зарабатывают деньги. И какие-то суммы предлагались? Как только я вступил в группу, где помогают люди, мне в течение буквально часа уже несколько людей добавилось в Facebook и уже начинали узнавать, почему я хочу, есть ли у меня спонсоры, что они мне могут помочь. Ну, я понял, зачем они это пишут. То есть такие моменты, их очень легко понять. Да, Егор, ну давайте теперь спросим о вашей проблеме иммиграционного адвоката Игоря Волошина. Игорь, слышите вы нас? Да, слушаю, очень хорошо. Да, Игорь, смотрите, у Егора такая ситуация. Дважды он подавал по программе You4You, найдя спонсора. Двух разных, да, спонсоров? Егор, если что, вы меня перебиваете. Да, да. Ни по одному, ни по второму делу ответа до сих пор нет. Попытались родственники Егора, здесь супруга, которая находится в Америке, дозвониться в иммиграционную службу. Там сообщили о том, что, к сожалению, вы неправильно указали свой электронный адрес. По одному из дел, да? Нет, нет, нет. Там было немного не так. Я поправлю. Моя жена позвонила, чтобы просто узнать статус дела. Ну, почему два месяца, и нет ответа. Ну, нет. То есть, если нет, то почему два месяца мы ждём такой ответ? В USCIS сказали, что да, мы приняли вашу заявку, в течение 72 часов мы вам пришлём письмо или вам позвоним и дадим какое-то разъяснение, на каком вы этапе. В принципе, нам это всё подошло, и мы ждали. И на следующий день пришёл имейл о том, что мы получили ваш запрос, что я просил изменить мой электронный адрес. Якобы я хочу другой вписать. Хотя такого запроса от нас не было. То есть, это даже было никак не связано с тем звонком, который совершила моя жена. Ну, то есть, мы не хотели менять никакую почту, мы не давали такой запрос, но пришло такое письмо. И якобы напишите на листе А4 новый имейл, напишите письмо, отсканируйте его, и в PDF-файле приложите его в ваш личный кабинет. И мы тогда его изменим в течение какого-то времени. Вы стали это делать в итоге? Ну, смотрите, я немного не понимаю, как они работают, и мы решили всё-таки написать письмо с новым имейлом. В этом письме мы написали, что мы не запрашивали изменять имейл, но раз уж пришло письмо, мы его изменим. Потому что вдруг, если я сейчас не вышлю это письмо, они там вообще подумают, что я там неправильно ввёл почту, и мой кейс закроют, и он будет в архиве. То есть, я честно, я уже не понимаю, как с ними общаться. Да, тут реально запутаться можно, да. Я лучше уже напишу эту новую почту. Правильно действует сейчас Егор? Вы знаете, Егор действует правильно, но могу сказать, что единственная вещь, которая понятна в иммиграционной службе Соединённых Штатов, это что ничего не понятно. А такие варианты, которые... История, о которых мы сегодня услышали от Егора, происходит сплошь очень часто. У меня, у самого клиента были, которые всё-таки написали неправильный имейл, и поэтому аксесс-код, как мы называем, был не получен, выходцем из Украины. Мы делали запрос, вот так как Егор очень детально объяснил, в личном кабинете, соцканированной А4 бумагой, также описано, мы отправляли. Оно заняло больше двух недель, чтобы на него ответили. Они сказали, что адрес поменяли. И мы его до сих пор ждём, к середине июня, мы до сих пор ждём новый аксесс-код. И никакого конкретного ответа мы не получаем. Единственное, что могу заметить, не знаю, или это будет помощь для Егора, или нет, я исключительно такие проблемы в моём опыте наблюдаю с мужчинами военного возраста, которые подают на United for Ukraine. У меня есть 5 или 6 клиентов, которых в некой похожей ситуации подали документы, был одобрен спонсор, был одобрен, но никогда не получили мои клиенты в Украине или в Польше, которые сегодня сами аксесс-коды для выезда и для получения travel authorization. Не знаю, ли это связано с каким-то дополнительным осмотром выходцев из Украины мужского пола, военной обязанности, но я, увы, замечаю, что их супруги и дети были одобрены в течение 2-3 дней, а их профайлы до сих пор висят. Также могу сказать, что, я не знаю, или это касается Егора или нет, но некоторые люди имели некую историю с иммиграцией в Соединенных Штатах, они здесь, может быть, были, некоторые нарушали визовой режим, некоторые были депортированы, некоторые были развернуты прямо на границе и были поставлены в процесс expedited removal. И хоть они не приехали в Соединенные Штаты чтобы де-факто были развернуты, это остается, как мы, Денис, обсуждали утром немножко раньше сегодня в эфире. И, может быть, это единственное объяснение, которое я могу дать, почему документы до сих пор висят. Потому что, как мы сказали, некоторые одобряются буквально в течение 2-3 часов, а некоторые в 2-3 дней. у меня есть клиенты, которые до сих пор висят с июня и с июля. Также у меня есть пожилые люди, которые уже висят с начала июля тоже, да без ответа. Когда мы звоним из нашей конторы в иммиграционную службу, нам никакого конкретного ответа не дают. Говорят, мы посмотрим, дайте еще 72 часа, и вот приблизительно, как Егор объясняет, а до сих пор ответа нет. Спасибо, Игорь. Егор, если есть еще какой-то уточняющий вопрос, можете задать сейчас в прямом эфире. Ну, я, если честно, уже понял, что особо никто не знает, что с этим делать, нет понимания, как работает иммиграционная служба, поэтому рекомендации мало кто, я думаю, может дать какие-то. Мы все делали правильно, мы все делали четко, я консультировался с юристами, я нанял юристов, то есть и у нас все сделано прям бумажки к бумажке, поэтому, я думаю, тут уже какие-то проблемы только на стороне иммиграционной службы, или... То есть я знаю кучу людей, которые имеют такой же возраст, как я, это мои знакомые, и они получали это очень быстро, очень быстро, в течение нескольких дней. Единственное, что я могу посоветовать, я не знаю, в каком штате находится Егора-супруга, но мы об этом часто говорим Денису в эфире, я все-таки советую связаться с офисом сенатора или конгрессмена в штате, где она находится, и для того, чтобы, если она является тем более американской гражданкой, держателем Гринкарты, она потенциально... Нет, она тоже по паролю въехала, я понял. Ну, а значит, может быть, спонсор ваш, который находится на территории Америки, можно это сделать, потому что все-таки я иногда замечаю, что это не решает вопрос, но оно продвигает значительно вопросы миграции, и ответ получается достаточно быстро. Я думаю, надеюсь, что уходит последняя, я все-таки попробовал бы. А вот могу ли задать еще вопрос? Да, 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 да. Я хотел бы вот узнать по поводу письма конгрессмену, я это знаю, мы тоже хотим это сделать, нам это советовали, я вот единственное хотел вас узнать, допустим, если мой спонсор, он гражданин США, конечно же, и он голосовал, когда были выборы, он голосовал, соответственно, за республиканцев, да? Нет, это не важно. А писать конгрессмену, например, демократу, это нормально или нужно писать? Абсолютно нормально, абсолютно нормально, и в этом никакой нету разницы. Там работает специальный отдел constituent services, которые работают, не спрашивая о вашей партийной афилиации, и они это делают в мерах их работы. Сегодня очень резонансная украинская тема, она сегодня очень громкая в Америке и в одной партии, и в другой, поэтому я не думаю, что это повлияет на ваше дело. Так что обязательно обратитесь к местным чиновникам, и это реально может помочь, правильно Игорь говорит. Спасибо большое, Егор, житель Украины, который до сих пор не может приехать в США по программе You4U. Если вы пропустили, этот стрим останется на YouTube-канале Бюро, поэтому можете посмотреть. Егор, тебе удачи, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо.